всем привет сегодня будет небольшой видео подкаст в нем я расскажу как настроить youtube канал и что нужно делать когда вы загружаете видео на youtube выбрали пользователя и переходим в творческую студию здесь нас интересует два пункта настройки и настройки канала давайте перейдем сначала в настройки канала и выберем видео которое у нас уже есть на канале который будет рекомендоваться в виде трейлера для наших зрителей которые еще не подписаны на нас то же самое действие делаем для наших подписчиков которые уже подписаны на наш канал выбираем видео которое будет им рекомендоваться также можем добавить разделы которые будут отображаться на главном экране нашего канала после всех изменений нажимаем опубликовать не забываем о брендинге фото профиля и баннер рекомендации по разрешению и объему файла вы можете найти в описании рядом с изменяемым пунктом далее у нас идут основные сведения это название канала псевдоним и описание здесь мы можем написать то чем мы занимаемся или какой товар мы рекламируем также можем перевести название и описание канала на разные языки например если наш товар ориентирован на зарубежную публику после внесения изменений в данные разделы обязательно нажимаем опубликовать чтобы все изменения сохранились далее переходим в основные настройки канала нажимаем настроить нас интересует раздел канал и ключевые слова это те слова которые будет характеризовать наш канал тот товар который мы рекламируем о чем мы будем повествовать в наших видео. В данном разделе указываем те слова, с чем мы будем взаимодействовать и о чем будем рассказывать. Переходим в следующий пункт, это загрузка видео. И нас интересует раздел описание. В данном разделе мы можем придумать универсальное описание наших видео, которые мы будем далее загружать на канал. То есть к каждому видео, которым будем загружать, будет применяться автоматически данное описание, которое в дальнейшем мы сможем редактировать. Это требуется, например, если вам всегда нужно в каждом видео включать одни и те же ссылки, например, на свой магазин и изменять только какую-то небольшую часть описания, которая будет подходить к конкретному ролику, который будет загружаться. Далее мы разберем на примере, как это сделать. Спускаемся ниже и здесь мы видим пункт теги. Это уже те теги, которые будут применяться к конкретному видео и не распространяться на весь наш канал. Здесь мы можем указать те теги, которые будут в основном фигурировать в наших видео. Мы можем их в дальнейшем не изменять, если ваш канал направлен на одну и ту же аудиторию и один и тот же товар. Например, если вы рекламируете или рассказываете о монотоваре или услуге. Далее в видео я покажу как это изменять уже при загрузке видео, удалять или редактировать. После внесения изменения нажимаем кнопку сохранить и переходим к загрузке видео. Выбираем добавить видео, выбираем файл который будем загружать, указываем название ролика и редактируем описание. Как мы видим, описание уже применилось, которое мы с вами добавляли в настройках канала. На данном этапе изменяем ту часть описания, которая требуется, не трогая, например, наши ссылки и другое описание, которое будет стандартно для всех наших видео. Далее обязательно загружаем значок видео. Это та визуальная составляющая, которая будет видна нашему зрителю, то есть наше превью среди других видео на ютюбе. Далее добавляем наше видео в плейлист, если они у вас созданы или, например, контент разного характера. Это поможет зрителям лучше и быстрее искать ваши видео внутри вашего канала. Теперь вернемся к тегам нашего видео. Мы уже видим те теги, которые мы добавили в настройках канала, мы здесь можем их удалять или редактировать. Все будет зависеть от того видео, которое в данный момент вы загружаете и передают ли эти теги смысл данного видео. Как мы все знаем теги влияют на поиск и показы нашего видео в разных рекомендациях, поэтому обратите на это внимание. Нажимаем далее. Далее выбираем вид монетизации. Это будет зависеть от того подключена монетизация на вашем канале или нет. На данном этапе я ее пропускаю. После того как видео уже подгрузилось, мы можем добавить конечные заставки. Это те заставки, которые будут показываться в конце вашего видео и где вы можете рекомендовать, например, подписаться на ваш канал или указать те видео, которые хотели бы дальше про рекламировать. Теперь мы изменяем длительность показа в конце нашего видео. Можем это редактировать и показывать выбранное видео, самое новое, самое подходящее. В общем, выбираем настройки, которые нам интересны и нажимаем сохранить. Теперь давайте добавим подсказку в наше видео. Например, в каком-то моменте вы указали на какой-то товар или рассказывали о какой-то услуге. И прямо в видео мы можем сделать быструю ссылку на перехода в ваш магазин или показать какое-то конкретное видео, которое вы имели ввиду. Здесь мы можем выбрать конкретное видео или добавить ссылку. Выбираем и сохраняем. Также можем изменить описание, которое будет всплывать для пользователя, чтобы это было название не ролика, которое вы показываете, а именно сообщение, которое вы хотите донести до него. Обязательно после всех изменений нажимаем «Сохранить». На данном этапе мы выбираем видимость нашего видео после загрузки. Например, открытый доступ, когда будет доступно всем зрителям сразу или, например, только по ссылке или только для спонсоров. Выбрали отображение нашего видео после загрузки, и нажимаем «Сохранить». Теперь давайте пробежимся немного по тому контенту, который у нас уже загружен и требуется внести изменения. Мы нажимаем на карандашик. Эти действия можно произвести с любым видео любой давности загрузки на нашем канале. Например, если мы решили внести изменения в видео, которое было давно загружено на наш канал, мы просто переходим и редактируем его. Добавляем обложки, изменяем теги, изменяем описание. После того, как мы внесли все необходимые изменения в наше видео, теги, описание, изменили значок, обязательно нажимаем кнопку «Захранить», чтобы все это применилось в нашем видео. Всем спасибо за просмотр. Обязательно оставьте комментарий, если вам что-то осталось непонятным, или есть какие-то предложения, или вы знаете какой-то секрет, как еще более эффективно продвигать свои видео и набирать больше просмотров и лайков. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok